В третий раз необычный праздник земляники состоялся в поселке Совхоз имени Ленина. Веселые конкурсы, эстафеты, творческие задания. Ребятишкам всех возрастов было чем заняться. Наградой для всех стало угощение. В минувший четверг любой житель сельского поселения Совхоз имени Ленина мог стать участником необычного, но уже ставшего традиционным. Праздника в честь любимой большинством детей и взрослых ароматной и вкусной ягоды. На берегах поселкового пруда раскинулась большая земляничная поляна. Конечно, главными гостями веселья стали ребятишки. Мы действительно стремимся сделать так, чтобы дети знали свою родину, знали, что взрослые заботятся о них и думают о их досуге, о том, как можно отдыхать. А праздник у нас это традиционный. Мы считаем, что дети должны знать, что у нас взрослые трудники на земляничных полях. И, собственно говоря, этот праздник – это ода земляники. Вообще все великолепно. Мне нравится на этот праздник ходить. Все нравится. Тут такие конкурсы, батуты всякие, бассейны. Для детворы работали специальные станции, на которых нужно было выполнить то или иное задание. Проехать на самокате, не раздавив ягодку, проскакать, сделать клубничку в технике оригами. Переворачивайся. Что у нас получилось? Рубашечка. Рубашечка такая. А теперь вот сюда отгибай. Я был на самокатах, еще бегал через ленточку, еще собирал клубнику на время, чтобы быстрее собирать. Я прошел ловлю пузырей с очком вот так вот ловить. Мне это очень нравится. Выполнив задание, заработав таким образом баллы, мальчишки и девчонки получали право отведать изысканные лакомства. Пирожные, торты, пирожки, тортолетки. Это, в общем-то, все руки моих поваров, старания моих поваров и желания. Потому что к этому празднику мы относимся очень трепетно, потому что мы его делаем как благотворительная акция. Главным ингредиентом всех вкусностей стала садовая земляника, выращенная на полях совхоза имени Ленина. Кстати, сбор ягод сейчас в самом разгаре. С начала сезона собрано уже более 700 тонн ягод. Мы специально, скажем так, производим десертные сорта, те, которые нужно есть сразу. Поэтому они такие сладкие и сочные. А все, что привозят из-за границы, оно, как правило, направлено на то, чтобы долго лежало. И поэтому, естественно, там сахара нет, влаги нет. И поэтому наша земляника, она пахнет, она очень сладкая и, в общем-то, пользуется спросом. Волшебство заканчивается быстро, вот и земляничная поляна принимала гостей всего пару часов. Но у всех, кто успел на ней побывать, надолго еще останутся прекрасные воспоминания, как об одном из самых вкусных праздников лета 2013 года. Будем ждать следующего ягодного урожая. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.